Здравствуйте! Вы на канале Садовая Шкатулка. Начало марта глоксиния начинает просыпаться, но даже если у кого-то еще и не появились ростки, их все равно пора уже высаживать, будить, чтобы к лету уже наслаждаться красивым цветением. Своё название глоксиния получила в честь врача и ботаника Петера Глоксина. Еще этот цветок называют синингией в честь другого ботаника Вильгельма сининга, который занимался ее селекцией и разведением гибридов. Домашний цветок был выведен именно им синингом. Отдыхать глоксиния должна обязательно месяца два, лучше три, иначе растение будет слабым и может летом не зацвести. Неважно, хранились у вас клубни в горшке или в контейнере, как у меня, достаю их, очищаю от земли и хорошо осматриваю. Подгнившие участки срезаю чистым ножом. Вот смотрю, подгнившего у меня ничего нет, но есть вот такие клубеньки, которые, к сожалению, сморщинились. Это значит, что им не хватило влаги, а я пропустила этот момент. Что сделать вот с такими клубнями? Их сейчас можно замочить в растворе, например, с биологическим фунгицидом, и, возможно, они напитаются влагой и пойдут в рост. А, возможно, от них уже толку не будет, их придется просто выкинуть. Друзья, и вот что у меня получилось из осмотренных мной глоксини. Клубни, которые крупные, они достаточно хорошо перезимовали, у них хороший тургор. Они дают уже росточки, где-то росточки побольше, где-то поменьше. А клубни, которые маленькие были, они, к сожалению, вот так сморщились. Из-за чего это могло произойти? Я все свои глоксини выращиваю семян. И, возможно, просто положила на зимовку маленькие клубеньки. А маленькие клубеньки, они перезимовывают. Бывает, что плохо перезимовывают. Вот, возможно, и результат зимовки маленького клубня. Но я не сдаюсь. Навряд ли, конечно, из этого что-то получится. Но я их все равно попробую, так сказать, замочить. Возможно, они наберутся сил и дадут еще даже какое-то цветение в этом году. Немножко они у меня постоят. Я здесь уже приготовила для них биологический фунгицид. Чаще всего я использую фитоспорин. В этот раз у меня другой препарат. Несколько, ну, часа два, наверное, они в нем полежат. Я их посажу в горшочки. А потом вам обязательно расскажу, получился какой-то толк. Зацвели они или нет. Свои глоксинии каждый год я высаживаю в новую землю. Можно приобрести грунт для синполи или можно взять торф. В торфе глоксинии растут очень хорошо. В торф я для рыхлости всегда обязательно добавляю вермикулит, песок, перлит. Обязательно добавляю для питания удобрения длительного действия. Например, осмокот, цион. И обязательно положу биогумус. Биогумус кладу достаточно хорошую порцию. Глоксинии, ну, очень любят покушать. Все хорошо перемешиваю. Покажу, какие горшочки я использую. Горшок беру в зависимости от размера клубня. Горшочки побольше, вот такие литровые. И горшочки поменьше, примерно на пол-литра. То есть, если клубень вот такой уже большой, то его высаживаю в литровый горшочек. Он у меня пойдет. А если клубеньки поменьше, типа вот такого, то ему достаточно будет и горшка на пол-литра. Высота обычно у горшка берется такая же, как и ширина. Ну, а дальше какие горшки уже сможете найти. На дно горшка, периодически бывает, укладываю вот такую салфетку. Отрезаю по размеру. Или обычную газету. Просто кусочек газеты. Не люблю, когда грунт высыпается, выливается в поддон. Дренаж я никогда глоксинием не кладу. И при этом они замечательно растут. Так, все. Теперь насыпаю в горшки грунт. Все, грунт насыпала. Люблю его немного уплотнить. Не сильно, но так поверхностно. Для того, чтобы когда клубень положим, при поливе он у нас на месте лежал. Не уходил вглубь или не всплыл наружу. Потому что для глоксинии это очень важно, чтобы клубень оставался на поверхности и не утопал в почве. Теперь кладу клубенек в маленький горшочек, поменьше. И сверху немножко присыпаю землей, буквально на полсантиметра, только чтобы прикрыть клубень. Поливаю в глоксинии в основном я через поддон или по краю горшка, чтобы вода не попадала в серединку. Вот сюда, вот в эту вот серединку клубня. Это его точка роста. И поливаю глоксинией я после полного высыхания верхнего слоя грунта. В глоксинии необходим яркий свет, но при этом рассеянный. Совсем в темноте в глоксинии на северном окне не дадут такого пышного цветения. Какое цветение они дадут, допустим, на западном, либо на восточном окне. Сейчас на окне света еще очень мало. Поэтому свои глоксинии я поставлю под фитолампу на 12-14 часов. Температура для роста им нужна 20-25 градусов. Поэтому, друзья, не ставьте их, пожалуйста, сейчас весной на холодный подоконник. По инструкции добавляю биологический фунгицид в воду. Поэтому, если мы используем биологический фунгицид, вода должна обязательно быть отстойная. Либо я, бывает, в таком случае беру из фильтра, если нет времени отстаивать, либо нет места, где мне ее хранить, эту воду. Потому что биологические фунгициды содержат живые бактерии, живые организмы. И от хлора, к сожалению, эти бактерии погибнут. Поэтому обязательно следим за качеством воды. Поливаю по краю горшочка, стараясь не попадать вот в эту точку роста. Сейчас она присыпана землей, но по мере того, как глоксиния будет расти, я ее буду поливать. Вот эта земля, она, скорее всего, отсюда уйдет. И очень часто клубень у глоксиния даже вот так вот оголяется. И это ничего страшного, его не нужно подсыпать. Так глоксиния лучше у вас не загниет. Друзья, есть еще один очень интересный момент. По нему ведутся споры везде, в чатах, в интернете. Вот клубень у меня дал два ростка. Убирать один из них или нет? Многие говорят, что они оставляют два, а то и три росточка. И все ростки у них полноценно цветут, очень обильно, хорошо и им нравится. Вот знаете, я один росточек все-таки убираю. И сейчас я тоже выберу тот, который мне больше нравится. Ну, скорее всего, это тот, который побольше. А этот росток просто вот так вот прям его откручу. Все, пробуйте, экспериментируйте. Как вам больше понравится? В этом вопросе истины нет. Выбирайте сами, как вам нравится. И почему глоксиния может не выйти после зимовки, может не проснуться? Это если клубень был сильно пересушен, сморщинился. И если клубень был слишком маленький, это вот как у меня получилось в этом году. Маленькие клубни, они высыхают быстрее, чем крупные. И я пропустила этот момент, вовремя не увлажнила их. И они сморщинились. Но они у меня вот полежат. Я их попробую все-таки еще высадить. И возможно, глоксиния еще не проснется после зимы, если в магазине был приобретен какой-то некачественный материал. Клубни глоксиния живут примерно 4-5 лет. И могут не проснуться еще просто по той причине, что они уже старые и умерли. Такое тоже может быть. Друзья, ну а вам и вашим растениям я желаю здоровья. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok